Представители знака Зодиака Стрелец, Стрельцы мои дорогие, здравствуйте! Торо на неделю с 29 июля по 4 августа. Давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего практически на неделе, как видят карты. У нас сегодня колода добра. Изображение этой колоды подается с позиции позитивной психологии и значения в том числе. Но жизнь наша не бывает полностью предсказуема, поэтому будем допускать с вами, что судьба нам преподнесет какой-то наилучший вариант, который в конечном итоге выльется в какие-то возможности. Давайте рассмотрим. Я же вас приглашаю на свой сайт. Ссылку я оставлю в описании под видео. AstroEspiratione.com Созвучно моему каналу Торо Эспирационе. И приходите, почитайте. Есть и гороскопы помесячные, есть и гороскоп. Для всех знаков зодиака до конца 2024 года есть статьи по психологии. Мы идем с вами вперед. Итак, на неделю что для вас важно знать, как видят карты? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что же будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Энергия, денег. Личная жизнь. Что важно знать? По этой карте деньги, работа, какой-то труд. Работа может быть и в команде. Но вообще больше нам о профессионализме говорят. И о том, что есть возможность этот профессионализм переложить в какую-то плоскость. И, к примеру, получить новую работу, получить новую должность. Прогресс получить и по деньгам, как будто тоже. Но у кого-то может быть банально получение денег. Как какого-то гонорара, кстати, если он задерживался. Или какие-то возможности, может быть, по дополнительному заработку. По этой карте мы получаем, кстати, знания. Имеется в виду, что вы можете пойти на курсы. Или конкретно вы поступаете куда-то. И мы получаем новые навыки. И в последующем мы эти новые навыки как будто монетизируем. Нам в любом случае любые знания помогают. Действительно, на этой неделе знание – сила. Умение – это тоже сила. И, в принципе, сильная позиция. И деньги есть. Давайте узнаем, каковы же неожиданности. Карта трансформации. Что-то может меняться. Может быть, это вокруг какая-то обстановка. Могут приходить новости. Могут быть и на работе какие-то. Тут у каждого по-своему в своей сфере жизни будут какие-то перемены. Или, значит, эта карта будет еще так говорить. Может быть, это перемены. Ведь все же мы все разные. Перемены в жизни ваших близких людей. Или с тем, как вот ваш социум, с кем вы наиболее близко контактируете. И тогда, скорее всего, какое-то влияние это тоже может оказывать на вас. Может быть, есть взаимодействие с конкретным человеком, у кого там что-то меняется. Но это затронет и вашу жизнь. Время перемен само по себе. По этой идет карте. И карта нам говорит, встречай новое и отпускай старое. Чему сейчас не время? Король огня. Знаете, какие-то свои идеи, планы, ну, так достаточно активно продвигать. Или, может быть, насаждать как будто. Или считать, что, к примеру, ваше мнение, оно абсолютно верно и точно. По аркану трансформации тут вообще все может несколько пойти наперекосяк. Или может быть какой-то вариант развития событий, которые прежде вы не предполагали. Или вы сами, ваши действия, может быть, на этой неделе от вас как раз, мои дорогие стрельцы, может потребоваться именно такое поведение, которое прежде бы вы считали недопустимым. Здесь нет ничего невозможного. И, видимо, идти по ситуации для вас самое оптимальное. Не ставить каких-то перед собой или табу, или наоборот, говорить, что я буду действовать только так. А что ж так, если тут как-то по-другому могут нас события жизни завертеть, закружить, или приходит какая-то как новость. Да, она может вас так несколько озадачить. Нет никаких плохих карт. У вас сильная позиция. Но ведь это новость или какое-то предложение, или, может, это как какая-то конкретика, истина, какая-то может открыться. По-разному карта трансформации может говорить о наших изменениях. И нам нужно следовать тем событиям, которые эта карта приносит. Или то, что мы узнаем. Или то, что перед нами откроется. Или то, что нам предлагают. Когда тринадцатый аркан выпадает, всегда, и есть совет, идея именно по ситуации. Ну, еще что-то не отстроилось. В дальнейшем тоже будут или могут быть перемены. И любой старший аркан, когда выпадает, не есть только срок, к примеру, неделя. Это всегда затрагивает более длительный период. Поэтому что-то будет еще и продолжаться. И наперед все просчитать не получится. Что же будет помогать? Любовь. У кого-то перемены в личной жизни, мои дорогие. Кто-то может встретить, познакомиться как с человеком, встретить партнера. И какие-то истории, может быть, ваша личная, тоже может претерпевать изменения. А для кого-то именно по этому аркану может идти, как прежде вы были знакомы с человеком, была дружба. Или вы общались. Потом даже у кого-то и так может быть. Эта связь прервалась. И вы можете вновь встретиться или найти друг друга. Или случайно вас может свести судьба. Тут есть какие-то, ну, знаете, как, не случайные случайности. Они могут быть с учетом вот этих двух карт трансформаций. Может быть, поэтому нам и говорят, король огня. Ведь, по сути, это ваша энергетика. Но это карта харизматичного лидера. Или карта духовного лидера. Который именно сам действует по своему усмотрению. Но у вас-то выпадает это, чему сейчас не время. Поэтому где-то усмотрение – это одно. А вот, видимо, реальность, она может диктовать что-то совершенно другое. И в любом случае в этой колоде карт шестой аркан. Нам говорят, сепарация, то есть разделение – это только иллюзия. Есть какая-то, может быть, история или есть человек, с которым, точнее, по этой карте вы как зеркало друг друга. Может быть, такая ситуация у кого-то в семье, в межличностных отношениях, когда вы можете обижаться на человека, а он на вас. А по сути дела вы как в зеркале друг друга видите. Один отображает другого. И, может быть, какие-то качества, которые он проявляет наглядно, они есть в вас самих. Но просто это больше скрыто. А у человека это как раз наяву. Не время, знаете, строить перед собой или что-то выбирать. Или ставить вот как раз варианты возможного развития событий. Или говорить себе или так, или так. Может быть, для кого-то делать такие заявления. Ставить кого-то как перед фактом. Или идти в какой-то вабанг. Тут самое главное, что нам говорит карта, и это ваша сильная позиция. Это то, что вам помогает видеть вещи цельными. Видеть союз цельным. Договариваться. Важные разговоры провести. Или с кем-то, может быть, правда, объединиться. Карта нам говорит в первую очередь в этой колоде больше о личной жизни. Значит, есть какие-то вопросы. Но также это может быть и ваш социум. Это могут быть коллеги по работе. И любая ситуация. Поэтому дипломатия вам помогает. Что скрыто? Своеобразный выбор будет по семерке воды. Может быть, какое-то и ожидание, мои дорогие. Может быть, такая ситуация, когда от какой-то новости, пусть не все, но кто-то из вас, мы немножко можем так чувствовать себя недостаточно уверенно. Потому что по этой карте идёт фантазия, идёт воображение. И это скрыто. Конечно, это вы можете чего-то хотеть и где-то не говорить окружающим. Быть немножко на своей волне. Но всё же и карта нам говорит, всё то, что я говорила по предыдущим четырём картам. Быть менее жёстким. Научиться, может быть, обходить какие-то догмы, какие-то стандарты, клише, какие-то правила. И у кого-то в личной жизни. Может быть, вы бы хотели быть с конкретным человеком. Вот, к примеру, да. А менталитет такой, что нет, это будет неправильно. И, может быть, тысячи человек бы сочли, что так неверно. Потому что это не вписывается в какой-то стандарт. И тогда эта карта будет говорить. А ты вот так, тихонько, обойди-ка ты этот стандарт. И вот эти правила. Правило или правильно для тебя то, когда ты себя чувствуешь хорошо. Самому себе, как будто не давить собственным авторитетом. Или то, как вы, мои дорогие стрельцы, думали до этого времени. Тут какая-то трансформация, изменения. Именно вас самих касается. Не ставить перед собой, повторюсь, какой-то догмы. И быть добрее к самому себе. Быть гибче, чтобы решить какой-то вопрос. И, может быть, это касается тоже личной жизни. Дела работы, бизнес. Еще одна семерка выпадает, правда. И по этой карте твердое намерение процветать. И поэтому себе не навредить. Если поставить вот твердое намерение процветать, хоть камни с неба, вы найдете тысячу и один вариант. Нам, кстати, говорят о том, что эта ситуация тоже может быть как перекресток. Именно в этой колоде состояние перекрестка по части работы, заработков. И сразу же еще и совет. Разработай какую-то новую стратегию. И буквально вот удивительное значение. Смени пластинку. Вот так и прописано. Вот правда все то, что, и тем более вверху у нас аркан трансформация. Все то, что я сказала. Обойди какие-то правила. Ну, какой-то для себя нивелируй полностью шаблон. Поступи как-то по-другому. И ты победил. И ты выиграл. И новые возможности для тебя появляются. Как и по заработкам, так и, может быть, просто. Оформить какой-то документ. Обойти. Один чиновник сказал нет. А мы войдем в другие двери. А там нам скажут да. И так в нашей жизни ведь тоже бывает. Поэтому все то, что альтернативно, вам помогает. Как будто все на этом построено. Деньги. Четверка огня. Мои дорогие. Праздник после победы. Эта карта во всех колодах, я ее так и называю. Это когда действительно есть какая-то победа. Деньги есть, нам сказали с первой картой. Но, может быть, это та стратегия, которая на долгий период. Может быть, это и по вопросам получения новой должности. Или для кого-то дополнительный заработок. Я должна сказать, что эта карта говорит нам о надежности, об определенном фундаменте нашей жизни. Причем конкретно материальном. И о новых перспективах, когда мы можем не волноваться именно за деньги. И еще нам говорят, что это какая-то радость будет. Вообще, это карта исцеления, гармонии, праздника и каких-то приятных событий. Нечего добавить. По деньгам, правда, порядок. Но тут еще и какие-то новые возможности для себя можно вполне организовать. Вот смотрите, пара выпадает. Король огня и королева огня. И вот эта сепарация, это иллюзия. Еще раз повторяюсь, разделение. Тут надо увидеть именно цельность. Цельность пары. Цельность каких-то отношений. И для кого-то по личной жизни, может быть, если даже была какая-то ссора здесь, ну, наверное, вас сама судьба будет сводить, чтобы вы помирились. А для тех, кто один или одна, мои дорогие, можно встретить человека. И карты тогда вам просто кричат о том, что надо заканчивать с вашим одиночеством и продумать как раз, как какую-то стратегию познакомиться. Или, может быть, были какие-то отношения, и вы как-то, ну, последняя ситуация, может быть, вы поругались, или был какой-то конфликт, или вы не сошлись в каких-то принципиальных позициях, то тогда можно помириться. По королеве огня это ваша энергия, опять же, и поэтому, как вы захотите, вот в ту сторону вы и развернете колесо своей судьбы. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.